Итак, дорогие друзья, сегодня очень коротко предлагаю поговорить о таком смартфоне, как Poco M6 Pro. Он, конечно, уже лучше, он, конечно, уже более адекватный, чем Redmi Note 13 4G Pro. Вот эти вот нейминги всякие Pro, Pro туда-сюда, а по факту какой это Pro. И сегодня мы про это всё поговорим и выясним, что товарищи-маркетологи хотят нас в очередной раз намахать. 6,6 дюйма экрана, AMOLED, 120 Гц, Gorilla Glass 5, яркость хорошая, потому что AMOLED, ну, вроде как, хорошо. Android 13 и MIUI здесь как-то не так уже интересно всё. Они там свой HyperOS презентовали, а тут MIUI. Почему? Потому что Helio G99, потому что Helio G99 это, по сути, довольно бюджетный процессор. С графикой Mali G57, Android 14 и какой-то обрезанный сюда ещё как-то закинут, но на какую-то очень длительную поддержку я бы не рассчитывал, скорее всего. И здесь у нас 8 гигов оперативки, 256 стройки, это такая классика, 430-450 тысяч он в тестах, Antutu набирает. Камера здесь 64 мегапикселей, это хорошо. Мы не переплачиваем за эти 200 мегапикселей, которые вы не факт, что увидите. И обычные ноутбуки-мониторы, которые есть дома у всех, они где-то отображают, ну, адекватно, так с запасом даже, ну, это 12-16 мегапикселей. А 64 это далеко не везде, вы сможете посмотреть нормально, вот в полный размер, для того, чтобы увидеть эту детализацию, да, что-то зазумить, закропить, как-то вырезать какую-то картинку, сейчас картинки вы сможете. Но, в принципе, и 64 мегапикселя тоже неплохо. 200 мегапикселей это уже какая-то упоротая просто цифра для тех, кто хочет купить якобы самое лучшее. Хотя 200 мегапикселей на флагмане, 200 мегапикселей на бюджетнике, это совершенно разные вещи. Здесь вроде и присутствуют все современные функции, но за такую цену было бы очень удивительно, если бы здесь чего-то не было. Нормальная комплектация, это чехол, зарядное устройство, но производитель берёт за всё это деньги. Если раньше такие вот базовые, там, ноуты, и эти, казалось бы, бюджетные пока, они всегда стоили каких-то очень-очень таких понятных, доступных, приземлённых, какие-то суммы были. Да, были невыдающиеся характеристики, но этот смартфон мог позволить себе каждый. Сейчас за это просят 250 долларов, где-то 220, но до 200 долларов с памятью 256 не получается вложиться. Соответственно, ну, он уже не такой дешёвый, не такой привлекательный, как многим казалось, как многие себе это представляли. Почему так произошло? Потому что не смогли подешёвать, цене привезти. Почему? Потому что есть аппарат уже с технологией 5G, да, они стоят там на 20-30 долларов дороже, но у них более быстрые процессоры, более интересные характеристики. Это процессор Helio G99 неплохой, но каких-то дальнейших перспектив я для него не вижу. И такие аппараты лично для себя я оцениваю и рекомендую для своих зрителей и потенциальных покупателей подобных смартфонов, что подобные смартфоны должны стоить до 200 долларов. Здесь на 220, на 250 долларов ничего не завезли. Да, неплохой дизайн, большой экран, быстрая зарядка, но всё остальное мы видели в других смартфонах. Например, Infinix Note 30. Тоже большой экран, здесь IPS, правда стоит. Helio G99, память 8,256, 64 мегапикселя у нас. Модуль камеры. 45 ватт, быстрая зарядка. Характеристики попроще, ну и цена 7 тысяч. Всё-таки 9,5 и 7 тысяч, это очень большая разница. На эту разницу в цене можно вполне приобрести пауэрбанк неплохой, ещё и на наушники также неплохие останутся. Можно взять Motorola Moto G54. Здесь этот аппарат, по моему мнению, даже чуть-чуть выделяется в лучшую сторону, он всё-таки более свежий. Здесь Dimensity 7020, графика PowerVR, BXM там 8, 256, это всё очень интересно. Но этот процессор потенциально чуть-чуть более оптимизированный, более новый. Есть вероятность получить какие-то новые наборы инструкций, новые аудио-видео кодеки. И какой-нибудь Android 14 сюда более полноценно придёт, чем на какие-то более дешёвые, более старые аппараты. И в перспективе 1,5-2 лет это также неплохо скажется на его производительность, его запасы какой-то вот прочности на длительные дистанции. Тех же 450 тысяч баллов в тесте Antutu, 50 мегапикселей основной модуль, 8 мегапикселей ультраширик, фронталка 16 мегапикселей. Также все эти сканеры, отпечатки, NFC, Bluetooth, это всё присутствует. 30 ватт быстрая зарядка, это не то, чтобы супербыстро, но 6000 батарейка всё-таки вам его гарантированно на весь день хватит. Просто в конце дня у вас там остаётся 30-35%. Вы пришли, вы поставили, он зарядился себе до 100%, и всё. Цена 8,5 тысяч в некоторых магазинах, даже за 7,5 можно взять. Аппарат также довольно свежий, всё в октябре 2023 года представлено. Poco M6 Pro выделяется, наверное, только дизайном ультра, такими тонкими маленькими рамками. Во всём остальном это такой же бюджетник, как Infinix Note 30, да и в некоторых моментах уступает Motorola Moto G54. А мы ещё помним, что есть G84, которая ещё чуть-чуть даже более навороченная. Исходя из этого, Poco M6 Pro может быть по очень-очень хорошим распродажам, каким-то скидкам, тысяч так за 7,5, за 8 можно рассмотреть. Иначе это просто переплата за бренд, хотя Poco никогда не считался прям уж таким премиальным брендом. А какой смартфон понравился вам, вы, как всегда, можете написать в комментариях. Всем пока!